В 1999 году группа женщин основала организацию Вера, чтобы оказывать правовую поддержку беженцам. Возглавила ее Лениза Толкатовна Умеркина. Мы очень быстро поняли, что наша помощь нужна. Мы не делали разницу между людьми и помогали всем, кому это было нужно. Число запросов на помощь росло ежедневно, поэтому Вера провела ребрендинг, значительно расширила свою деятельность и реализовала более 50 социальных проектов. Сейчас организация сотрудничает с различными социальными группами и государственными структурами, вносит вклад в развитие гражданского общества и предпринимательства. Все компетенции, которые я владею, все навыки, которыми владеют мои сотрудники, приобретены благодаря именно ресурсному центру поддержки НКО Вера. Лениза Толкатовна, для меня это непререкаемый авторитет, во-первых, потому что это человек, который имеет такое аналитическое мышление, системно очень. Все лекции, которые она, собственно, проводит, я с удовольствием слушаю, потому что там очень логично, четко, без лишнего, без воды. Ну вот любой может, прослушав это, начать что-то делать. Мне кажется, мы идем в одно направление, потому что мы понимаем, что мы делаем. Мы развиваем экономический сектор. Вера ведет активное сотрудничество по всей России и реализует уникальные проекты. Осуществление столь масштабной деятельности невозможно без сплоченного коллектива. Когда возникали какие-то проблемы с работой, этот вопрос решался просто профессионально. Когда я задавала вопросы, как можно решить вот тот или иной пункт, именно конкретно касающийся моей работы, получала профессиональные ответы. Я научилась работать в коллективе, научилась работать с людьми. В этом заслуга большая очень, Дениса Долгатовна. Она, конечно, потрясающий руководитель, очень понимающий, знающий, компетентный. И она умеет создать у нас в коллективе такую атмосферу партнерства, когда мы все чувствуем себя причастными к тому большому делу, которое делаем, чувствуем отдачу от своей деятельности. И это все очень прекрасно. Сейчас Вера помогает в создании новых ресурсных центров по всему региону, поддерживая инициативы, направленные на помощь нуждающимся. Они не собственники вот такие, только мы. Они обучают дальше. Сегодня уже во всех практически муниципальных образованиях образуются свои ресурсные центры. И они рады этому, понимаете? Пусть будет, пусть будет больше активных инициативных людей, пусть больше будет инициатив. Ведь это будет возможность большему количеству людей помочь. 25 лет для общественной организации – это просто такой солидный срок. Это вообще достойно уважения. Они сейчас еще в эту информационную трансформацию войдут, что они уже стали делать, и вопросов не будет никаких. У них все впереди.